Группный план Группный план Группный план Группный план Группный план Группный план Нужно всегда нас защищать от сырости, от воды, чтобы не происходило никакого разрушения. В том числе, так как мы находимся в северном регионе, это заморозки, это разрушение конструкции, то есть вода замерзает, и, соответственно, разжавение металлических частей. Вот это мы должны определить. Возможно, бывают случаи, когда, предположим, верхние три этажа надо демонтировать, остальное вроде как все хорошо. Вообще избавляться. Да, есть варианты, когда, например, утепленный фасад, вот начали его возводить, фасад, утеплитель, он уже непригоден. И просто его закрыть новыми навесными системами, это будет в дальнейшем огромная проблема для жильцов, потому что стены будут промерзать. Вот, соответственно, потребуются новые средства, чтобы это отремонтировать, как-то войти в программу капитального ремонта, но войти в эту программу новому строительству достаточно сложно будет. Поэтому наше заключение для того, чтобы определиться, возможно ли достройка, и если возможно, то какие конструкции требуют максимального внимания для проектировщиков, когда мы выдадим им дефектную ведомость, да, вот эти конструкции подлежат сносу, либо имеют определенную прочность фактическую, либо есть коррозия металла, арматуры и так далее, да. И уже на базе нашего заключения делается проектная работа, где учитываются все вот эти дефекты. И в дальнейшем уже при строительстве будут максимально исключены риски гарантийного плана такого, да, то есть трещины какие-то появятся, либо промерзание стены этих же и так далее, да. То есть вот это вот максимально надо исключать. То есть если вкратце обрисовать, в чем бы заключалась работа специалистов Кировской экспертно-строительной организации, то есть это выезд на объект, это детальный его осмотр, да, буквально в каждый уголок. У нас есть достаточно большой перечень специализированного оборудования, которое позволяет нам делать выводы о состоянии конструкции на сегодняшний день, его фактическое состояние. Это бетон, это арматура, это кирпичная кладка и так далее, перегородки. То есть это вот специалист, он все осматривает. Во-первых, это визуальный осмотр, во-вторых, это инструментальный осмотр, это дополнительные расчеты, это, соответственно, карта дефектов, чертежи, это полноценное заключение. Как правило, сколько по времени занимает подготовка этого всего? Ну, конечно, зависит от размеров объекта. Но, как минимум, если все по-хорошему делать, как требует нормативная документация, и добросовестно, ну, примерно месяц в средний дом, в 17-й ДЖ, должно уйти. То есть это надо рассчитывать. Но тут даже дело не в том, сколько это займет. Дело в том, что компания, которая обследует такие здания и сооружения, она, так скажем, несет ответственность за безопасность, за эксплуатацию в дальнейшем. То есть это в обязательном порядке. И те дефекты, которые будут выявлены, самое-то главное, чтобы они, проектировщики, это учли. Иначе, если проектировщики это не учтут, или компания, которая проводит обследование, подойдет к этому достаточно формально, ну, вроде как 10 лет прошло, вроде стоит, не упало. Ну, и бог с ним, формально сделали отчет, прошли, значит, проектирование, прошли экспертизу, достроили, и вроде все, как бы, хлопают в ладоши, все рады, программа закрыта. Но в дальнейшем, опять же, эти проблемы начинаются. То есть, опять же, о чем мы говорили, это промерзание, трещины и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень серьезные дефекты, которые скажутся в дальнейшем, вернее, могут сказаться вообще на кремости всей конструкции, на эксплуатационных характеристиках. Так скажем, срок эксплуатации здания будет намного ниже, нежели бы хотелось, в принципе, по нормативу. Позиция ясна, четко, понятно, да, очень логичный подход получается. Что касается самостроев, да, которые тоже у нас попадаются на глаза, и все это, конечно, не очень хорошо выглядит, и не специалисту даже, понятно, зачастую, что, ну, не должно так быть. Тут ваше предложение в чем заключается? Ну, давайте здесь определимся, что такое самострой, да, во-первых. Во-первых, самострой – это у нас любая постройка, которая построена с нарушением законодательства. Градостроительное, земельное законодательство. То есть без получения необходимых документов. Без получения дополнительных документов, разрешений, согласований, либо построено на земельном участке, который, в принципе, не разрешает такое строительство, либо не соответствует разрешению. И вот эти самострои, они тоже опасны тем, что зачастую они не могут быть введены в эксплуатацию, и собственники начинают их забрасывать, они стоят годами, тоже конструкции приходят в частичную негодность, иногда и полностью. Соответственно, здесь мы решаем вопрос уже о возможности, во-первых, этот самострой ввести в правовое поле, узаконить его, так скажем, да, во-первых. Во-вторых, уже непосредственно, когда мы осматриваем этот самострой, мы даем заключение о том, что сами конструкции не угрожают безопасности жизни людей, не угрожают третьим лицам, да, интересы никакие не нарушаются. Ну, то есть, попросту, не развалится ли это все? Не развалится, и сам это, вот тут решаются два вопроса. Во-первых, возможность его узаконить, и, во-вторых, это действительно не развалится, возможно ли безопасная эксплуатация. Поэтому мы также делаем заключение, мы также все осматриваем, берем на себя ответственность в том, что это действительно безопасно, и уже с этим заключением собственник этого самостроя, ну, пока еще, так скажем, не собственник, идет уже... С непонятным статусом. Если есть препятствия, то, да, действительно, это все делается, узаконивается, и дальше объект эксплуатируется. Ну, тут размеры объекта, вне зависимости, вы можете работать и с крупными, и с небольшими постройками. Да, все верно. То есть, тут уже могут быть просто частный дом, может быть, просто ангар, склад, какое-то производственное помещение, административное здание и так далее. То есть, в основном, это как раз вот те нарушения, которые градостроительного плана, это неполучение согласований, либо земельный участок расположен так, что там заходит на границу другого участка и так далее. То есть, вот эти вопросы, они могут быть решены, не все, но могут быть решены. Я напоминаю, что мы беседуем с руководителем Кировской экспертно-строительной организации Павлом Рыловым, ну, и в конце традиционный контакт напомним. Располагаемся мы Московская, 107-Б, второй этаж. Приходите, всегда проконсультируем и найдем рациональное решение. Номер телефона 219-900. Спасибо, благодарю за эту информацию.